Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео я расскажу вам о процессоре Intel Xeon E5 1650 четвертого поколения для сокета 2011-3. Данный процессор я купил на Marketplace AliExpress. Обошелся он мне приблизительно в 18 долларов. Также, если вы захотите его купить, то используя мобильное приложение от AliExpress и попав на очередную распродажу, или используя купон для скидки, вы сможете купить его значительно дешевле, даже чем я. Что ж, данный процессор, который у меня в руках, это финальная ревизия данного процессора. Это ревизия, как видно на картинке SR2P7. Но, в принципе, существует и предфинальная ревизия, их несколько версий. Поэтому, при покупке, будьте внимательны. Продавцы обычно показывают ревизию процессора, который они продают. И, как правило, в большинстве случаев, это как раз будет финальная ревизия процессора. Но, тем не менее, будьте внимательны и обращайте на это внимание. Также данный процессор может похвастаться наличием 6 ядер, которые могут работать в 12-поточном режиме. И данный процессор является, пожалуй, самым мощным с 6 ядерных процессоров. Также данный процессор может похвастаться базовой частотой работы в 3,6 ГГц. А максимальная частота в турбо-режиме у него до 4 ГГц. Также данный процессор обладает кеш-памятью 15 МБ третьего уровня и TDP в 140 Вт. Также, несмотря на то, что TDP достаточно высокий для таких процессоров, 140 Вт, но данный процессор достаточно холодный и не предъявляет никаких особых требований к системе охлаждения. Его с ним можно совместно использовать достаточно простые кулеры в 2-4 тепловых трубки. Также данный процессор не предъявляет особых требований к подсистеме питания материнской платы, поэтому его можно устанавливать на недорогие простые материнские платы, например, от машиниста, Хуананджи и некоторые другие производители. Также данный процессор может похвастаться работой с памятью DDR2400. Это максимальная частота памяти, которую поддерживает процессор Xeon E5. И может работать с памятью в 4-канальном режиме. Далее я покажу вам информацию, которую показывают системные утилиты. И первая информация будет от системной утилиты AIDA64. Вот у нас первая табличка. Ее показания показывают все возможности, которые есть у данного процессора. Также вторая табличка информации. Здесь можно посмотреть на уровни мощности данного процессора. Данная информация может быть полезна, если вы захотите как-то настроить данный процессор по мощности. Также далее у нас информация от AIDA64CPUID. Здесь информация повторяется и дублируется. Можем увидеть, что у данного процессора уровень L1 32 кБ. Второй уровень кэш память 256 кБ. И третий уровень кэш 15 мегабайт. Видим набор инструкций, которые поддерживают данный процессор. Ну и показывают материнскую плату, на которой в тот момент, когда я снимал видео, работал данный процессор. Это у нас HONANJI X99F8 GAMING с биосом версии 5.11 и чипсетом C612. Далее. Далее у нас информация от всем известной утилитки CPU-Z. Тоже запускаем ее. На всякий случай проверяем ту информацию, которую показывает она. Чтобы удостовериться, что все четко, нет никаких глюков, либо противоречий. Здесь у нас в принципе тоже все хорошо. 140 Вт. Технология производства 14 нанометров. Степпинг, ревизии, поддерживаемые инструкции. И конечно же количество ядер показывает и количество потоков. Далее такая менее известная утилитка. Это утилита именно от производителя процессора компании Intel. Называется она Intel Processor Diagnostic Tool 64 бита. И рекомендую именно ею проверять процессор от Intel. Она показывает довольно подробную информацию. Также данная утилита может протестировать под максимальной нагрузкой ваш процессор. И вы после этого точно будете знать, стабильно ли работает ваш процессор в принципе. Так, далее мы... Далее я покажу вам пару табличек, где будет указана относительная производительность данного процессора. Как бы я себе не ставил цель показывать ее там бачморки в играх. Просто, чтобы понимать уровень производительности. И первая табличка у нас тоже от AIDA64. И наш процессор выделен жирненьким. Видно, да? Intel Xeon E5 16500 VA4. Вот. И у нас производительность 65949 баллов от AIDA. Далее идем. И у нас производительность замеры от AIDA64. И мы проверяем производительность кэш-памяти и обычной памяти RAM. И вот видим наши цифры. Видим производительность памяти кэша первого уровня, второго, третьего. Также замечу, что здесь производительность не максимальная. Потому что у меня в компьютере хоть и четырехканальный режим памяти работает. Но все планки памяти идут в разнобой. У меня стоит там память Micron, Samsung, Atermiter и что-то там еще. И поэтому все работает немножко в разнобой. И достигнуть максимальной производительности под системой памяти не получится. Поэтому тут у меня к вам рекомендация такая, что если захотите ставить память и хотите получить максимальную от нее производительность, то старайтесь покупать одинаковую память, одинакового типа, максимально. И будет все работать очень быстро, очень резво. Далее у нас производительность показаний от CPU-Z. Да, небольшой замер. В принципе, и тут, наверное, все по производительности. Далее давайте поговорим, сделаем небольшое сравнение с другими процессорами, которые вы можете купить на Алиэкспресс, ну, либо еще где-то. И вот табличка. И в этой табличке я поставил один процессор. Это у нас Xeon i5-2667-24. Он по своим характеристикам очень близок к 16-50-24. Но при этом у него 8 ядер на 2 ядра больше в 16 потоков. Вот у него чуть меньше базовая частота. 3.2 против 3.6. И меньше частота в турбо режиме. 3.6 против 4. Но при этом у него значительно больше кэш-память третьего уровня 25 МБ. Ну и при этом все-таки меньше TDP-135 Вт против 140 Вт. Также для сравнения я поставил третий процессор. Это процессор 2697AV4. Я о нем тоже снимал в видео. Данный процессор является самым производительным в линейке 2000-х процессоров. Ну, исходя из количества ядер и с учетом максимальной частоты на одно ядро. И вот мы видим, что у него 16 ядер, 32 потока. Максимальная частота в турбо режиме 3.6. Базовая частота 2.6 ГГц. Ну, то есть мы, в принципе, видим, что чем больше ядер у процессора Xeon, тем меньше у него базовая частота работы. Ну, данный процессор еще обладает повышенной кэш-памятью в 40 МБ третьего уровня. Ну, и у него самый высокий TDP в 140 Вт. Вот, что ж, в принципе, самую такую интересную информацию о данном процессоре я вам рассказал. Теперь давайте подобьем всю ту информацию, которую я вам рассказал, и мой опыт работы с данным процессором, и мое мнение о данном процессоре. Итак, данный процессор идеально подходит для дешевых, недорогих сборок. Причем для сборок можно собирать даже с нуля, потому что этот процессор довольно мощный, у него высокая частота. Он недорогой, он не требовательный к подсистеме питания, он не требовательный к системе охлаждения. Совместно с ним можно использовать самые недорогие материнские платы. Поэтому набор с таким процессором обойдется вам очень и очень дешево. При этом данный процессор может выполнять спокойно на данный момент любые, скажем так, бытовые задачи на компьютере, а также без проблем сможете играть и в игры. Возможно, не в максимальных разрешениях, но, тем не менее, данный процессор даже на данный момент будет обеспечивать хорошую производительность за недорогие, за небольшую сумму денег. Что же, на этом все. Мое видео подошло к концу. Если информация о данном видео была вам интересна и полезна, то прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Что же, на этом еще раз все. Спасибо, всего хорошего, до свидания.